Массовый выпуск облегчённой стеклотары начнётся в стране в первом квартале 2023-го. Уже созданы тестовые образцы. Главная задача – создать эффективную и недорогую замену пластику. Учёные НАН активно трудятся над разработкой биоразлагаемой упаковки из отечественного растительного сырья, в частности молочной кислоты, что должно принести пользу не только окружающей среде, но и экономике. Предприятия Могилёвской области в прошлом году смогли увеличить объёмы зарубежных поставок, несмотря на экономические вызовы и санкционное давление. Вклад региона в республиканский экспорт составил почти 2,5 миллиона долларов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Сальдо внешней торговли – плюс миллион 13 тысяч долларов. В Могилёвской области в прошлом году ввели в эксплуатацию свыше 64 тысяч квадратных метров электрожилья. В 2023-м планируют построить ещё 60. Этот показатель станет рекордным по сравнению с другими регионами. Такие дома стали трендом. В них понижены тарифные электричества. На стандартную двухкомнатную квартиру в месяц уходит примерно 40 рублей. В городе собрали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. С инициативой выступил Белорусский союз женщин и православные бобручанки. На их призыв откликнулись неравнодушные. Жители принесли продукты питания, тёплые вещи, постельные принадлежности и предметы личной гигиены. В Беларуси на понедельник объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана и гололёда. Будет преобладать облачная погода, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер умеренный западный, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём от минус 1 до плюс 4. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в республике будет теплее климатической нормы.